привет друзья лена у меня сонная потому что я очень рано поднял и разбудить забыл и разбудить забыл вот так у нас такая идея ходить по утрам гулять ну как бы спортом заниматься и как бы просто погулять но это в общем-то хорошие только мы вчера ходили в баню и сегодня она неосуществимая вот нам удалось выйти только 8 часов утра но уж как удалось так удалось будет я еле иду не так плохо я так хочу спать моя девочка говорили не деваться было нет но утром уже довольно таки вот 8 утра довольно оживленное уже движение часа покажу делать машины едут людей довольно таки много ходит вот прямо уже утро утро буквально вот час назад еще солнце только вставало ну вообще была тишина вот конечно 7 утра самое время гулять вот такие вот белые автобусы микроавтобусы большие они развозят детей в школу вот сейчас один и там вдалеке видите 2 езжает к нему здоровается вот еще один такой автобус такие вот автобусы развозят детей по школам мировая сейчас как и джаки Или она все равно наверх поднимается? Кргиджак, конечно, обустраивается. Уже становится здесь красиво. Вот мы уже дошли до Виамар. Красивый дом такой. Тут уже открылись какие-то магазинчики, салоны. Люди намывают. Там видно в конце еще этого здания, еще идет стройка. Да и здесь еще не открылись. Вот тут часть фасада разобрали. И что-то достраивают. Вначале, когда мы здесь снимали, здесь было все, уже фасад был готов. Но это как всегда. Здесь надо что-то разломать. И доделать, переделать. Обычная история. Будет, наверное, какой-то магазин или кафе. Здесь даже веранда большая. Да, скорее всего, здесь будет кафе. Так вот. Каркас для веранды уже готов. Поменяли фасад. Здесь по-другому был фасад. У меня где-то есть в ролике, как оно здесь было раньше. Ну, вот так вот решили сделать. Вышли мы на пляж, там, где Голд-Сити. Пляж. Сейчас пройдемся, посмотрим. Море сегодня просто шикарное. Нет большой волны. Вообще красота. С Голд-Сити, видимо, еще не пришли автобусы, шаттлы. Что людей, никого нету. Еще пляж совсем пустой. На Голд-Сити, кстати, не разобрали пирс. А некоторые пирсы уже начали разбирать. Говорят, уже на зиму. В начале ноября уже разбирают пирсы. Здесь еще все в порядке. Совсем пустой пляж. Песок еще холодный. Но приятно ногами идти по холодному песку. Лена не в духе еще с утра. Смотрит на меня, как на врага народа. Вытащил на улицу. На пляже Перле вообще никого нет. Вот так вот. Пару человек там, наверное, заказали себе завтрак. Все, все лежаки свободны. Никого нет. А мы пешком вдоль моря, по песочку, идем обратно потихонечку. Сейчас где-нибудь искупаемся. Вот мы уже дошли до пляжа от гостишки Лумас. Здесь начинают появляться туристы. Вот так вот уже сидят. В нашей злонгах уже купаются. В воде уже много людей. Ну, здесь им... Это Дрита, да? А Лумас тут... Лумас чуть дальше. Я немножко ошибся. Есть Лумас. Ну, здесь не надо людям ехать на шаттле. Вот они, гостиницы на заднем плане сразу видны. За дорогой, за Д-400, за трассой. Люди выходят с гостиницы и до завтрака идут купаться. Ну, в принципе, сейчас уже, может быть, и после завтрака. Так, вот речушка пересохла. Зимой она здесь есть. А сейчас вот все. Маленький-маленький ручеек. Это та речушка, в которую сливали бетон. Если вы внимательно смотрите, то у меня был ролик, вот когда строили вот эту кафешку, вот которая там за лежаками заливали... Заливали основание, фундамент под нее и лишний бетон скидывали в эту речку. Вот здесь больше всего уже людей. На нашем пляже... Ну, не на нашем, на нашем любимом от гостиницы класс-отель. Здесь уже побольше людей тоже. Но еще мало. Еще раннее утро. Сходили, накупались. Так классно. Вена тут смотрит, гранаты растут. Смотрите. Вон, руку протяни. Да. Они уже вот такие, потрескались все. Вот как их прет тут уж прям, распирает. Ну, полно. Да, полно. Везде лежат. Вот можно просто руку протянуть и сорвать гранат. Но мы не будем этого делать. Мы купим на рынке. Мы сейчас зашли в Мигрос. Купим хлебушка. Лена сейчас у нас на диете. Хлеб не ест. Ни черный, ни белый, никакой. А здесь вот такой вот есть. Ржаной. Ржаной и бородинский. 27, а бородинский стоит 22. Вот так. 27 и 22. Вот такой стоит. Да какой ты берешь? Ржаной или бородинский? Ржаной. Берем ржаной. Не пахнет. Ну, конечно. Но он не такой, как наш. А еще я хотел вам показать, что сейчас здесь есть. А еще появился в Мигросе вот такой товар. Здесь сейчас есть творог. Вот такой творог. Вот такой вот творожок Лена выбрала. Продается теперь в Мигросе вот такой творог. Сейчас мы нигде не нашли, сколько он стоит. Но сейчас на кассе мы по чеку посмотрим. И скажем вам. И заодно потом расскажем, вкусный или нет. Потому что он может быть специфический. Не совсем такой, к которому мы привыкли. Но зато он уже есть. Нашли. Еще мы нашли здесь грецкие орешки по хорошей цене. Вот такие вот. 29,25. Это очень дешево. Сейчас купим. Мы сейчас идем. И вот новость. Мы сейчас около нашего дома. Вот строится вот такой дом. Рядышко вот здесь зодиак. Это зодиак 4. Да. Здесь вот были бананы, когда мы уезжали 3 месяца назад. А сейчас вот такой вот уже дом строится. Прикольно. Вот так вот. Прошло 3 месяца. Уже пол дома возвели. У этого дома, похоже, даже территория будет побольше, чем у зодиака. Он сам побольше. Но он закроет весь свет зодиаку. Сейчас я вам покажу. Но это же тоже зодиак. Но это тоже, наверное, зодиак. Вот так вот он. Он сам побольше. Но зодиак будет весь в тени. Вот очень близко дома строят друг к другу. Вот так. Рабочие, похоже, прямо тут и живут. Да, скорее всего, рабочие здесь и живут. Вот они тут бельишко свое сушат. Разложились. Ну что, сейчас тепло. Ночевать можно. Вот прям в вагончиках там. Без всякого отопления. Но очень маленькие территории, кстати. У него хоть и будет там перед домом. Но вот такие вот. От одного дома до другого очень близко. Соседи, можно сказать, будут здороваться. Вот так вот. И возле зодиака. Возле зодиака тоже очень маленькие территории. Сейчас покажу. Пройду здесь. Генератор вот так стоит. Кому-то весело, когда он включается. И вот такая маленькая парковка для велосипедов. Вот так вот. Очень маленькие территории сейчас. Вот чем новее дома, тем территории меньше и меньше. И квартиры, и территории. Да. Вот это практически рядом с нашим домом. Вот он, этот зодиак. А вот сразу же, сразу же наши навито. У нас, конечно, территория вот такая. С горкой. Большая территория. С беседкой, с грилем. Вот так вот. Кумквата в этом году очень много, кстати. Вообще. Очень много. Можно все поспевать. Даже вот я вижу желтенькие. Скоро будем уплетать. Ну что, ребята. Набрали мы немного. Но зато мы взяли попробовать творог, авокадо, самон турецкий, хлеб черный, джаной и грецкие орешки. Сейчас скажу быстренько, сколько это что стоило. Значит, творог стоил 4,44 евро, 82,50 лир и 276 рублей. Значит, орешки стоили евро 60, 29,25 в лирах и 98 рублей. Рыбка стоила 3,57 в евро, 64,50 в лирах и 216 рублей. И, значит, авокадо стоило евро 20, 21,90 в лирах и 73 рубля. И все вместе у нас получилось 225 лир. Это, значит, у нас получается 12,47 евро или 755 рублей. Ну, я бы не сказала, что все это дешево, но... Ну и не очень там уж конские цены. Ну, нормально, для нас более-менее. Сейчас я попробую творог и скажу, что это за прелесть. Творог. Как он выглядит? Ну вот, вот так он выглядит. Не знаю, суховат, по-моему, с виду. Сейчас попробую. Ну, похож на творог, но как будто бы он не жирный. Такой, я не чувствую в нем вот этой жирности творожной. Но по вкусу неплохой. Мне кажется, если добавить сметаночки... Ну, или для сырников пойдет. Для сырников пойдет. Я думаю, очень идеально будет. Ну вот, в микросеку дается. У меня из банка, кстати, 750 грамм. Она не маленькая. То есть, в принципе, сырников тут много получится. Так что, ну, нормальная цена. Нормальный творог. Вполне себе творог. Так что, нормально. Кто не знает, может... Вот мы не знались, теперь знаем. И вы тоже знаете. В первую штуку стоял наш мотороллер. Мы его не заводили. Может быть, с аккумулятором какая проблема. А может быть, нет. Сейчас будем пробовать. Крутит, но не заводится. И что теперь делать? Не знаю. Посмотрим. Ух ты! Прокатись, может быть, чуть-чуть? Да, наверное, надо. Так, красные кнопочки нажмите. Все отлично. Все работает? Ну, супер. Поехали. Поехали. Что ж, доехали мы хорошо на своем моте. Да. Довез до пляжа. Мы сейчас на пляже Перле. Находимся. Утром мы здесь проходили пешочком. Вот сейчас приехали уже на мотороллере. Ну, все отлично. Завели, приехали. Все здорово. Ну, вот уже чувствуется, что немножко по-другому все. Солнце не так шпарит. Песок не горячий. Уже такой, ну, тепленький, но не горячий. Это по сравнению с июнем. С июнем, да. И солнце так не сильно шпарит. Вода тоже, мне кажется, что в июне была теплее, чем сейчас. А мне кажется, такая. Ну, вот у нас немножко разные, наверное, ощущения по градусам. Но вода все равно теплая. Теплая, хорошая, прям комфортная. Ну, Лена ожидала супчик. Что прям был такой супчик-супчик. Да. Я думала, что вода будет чуть теплее. Ну, может быть, ее, может быть, она поменяется лучше. Хорошая. Говорят, просто был шторм, и вода поменялась. Ну, да. За несколько дней, да, наша премьеренция, да. Ну, все равно хорошая. Все равно классно здесь, здорово. Да.